Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Субтитры делал DimaTorzok В программе блеснул автомобиль этой же серии 3-го поколения. Сегодня в программе на трибунах нашей передачи Toyota RAV4 2-го поколения. 2001 года с объемом в 2 литра. О всех достоинствах и недочетах вы узнаете в нашей программе. Вот теперь мы можем говорить о том, что RAV4 может купить нас своим внешним видом. Наглядно видно, что дизайнеры кузовной части изрядно потрудились. И если сравнивать его с первым поколением, то это большой скачок ввысь. Красота его форм и до сих пор находит своих любителей и любительниц. Но стоит нам, друзья, попасть в салон, положительные эмоции сразу сменяются угрюмым настроением. Если мы свои ладони сейчас приложим, положим на панель, сразу ощущается пластик. Я не знаю, дешевый он или дорогой. Вам виднее. Здесь имеется у нас механическая регулировка руля по высоте. Два аэрбэга на руле. С пассажирской частью тоже на панели. Печка, кондиционер, встроенная аудиосистема. В принципе, здесь должна быть штатная магнитола. Коробка автомат, полный электропакет. О чем еще рассказать? Ну и, в принципе, все. Традиционно сейчас мы пройдем в заднюю часть салона. Ну и посмотрим, сколько же там человек поместится. Будет ли мне там удобно, комфортно. Давайте пройдем. С выражением в тесноте да не в обиде я располагаюсь в задней части салона. И сейчас сразу же вы можете заметить, что мои коленки упираются в передние сидения. Тем самым водителю будет дискомфортно. Сюда поместится трое человек. Ну, не прям сильно большегабаритных. Ну, три среднестатистических человека сюда поместятся. Сейчас мы для него устроим тест-драйв. Испытаем ее на устойчивость. И дальше посмотрим. Как и для Рава второго поколения, ей не составило труда забраться на бордюр за счет своего клиренса. Городской паркетник по бездорожью трансформируется в маленький вездеход, которому неровности, кочки, снег – все нипочем. В этом плане Рав радует всех своих обладателей. С кузовной частью мы разобрались, с салоном тоже. Теперь мы проедем в станцию технического обслуживания, где нас ждут механики. Расскажут нам все полностью о технической характеристике данного автомобиля. Какую он имеет подвеску, что у него под капотом, какие недочеты, на что мы должны обратить наше с вами внимание при покупке машины. Мы поехали. Добрый день. Приветствую. Ну, как ты видишь, сейчас у нас на обзоре Рав 4 2001 года, второго поколения. На прошлой неделе мы снимали Рав первого поколения. Сейчас вот ты нам поподробнее расскажи о технической характеристике, именно что из себя представляет мотор. Что именно изменилось в этом автомобиле, вот именно по технической части? Хорошо. Ну вот, перед нами двухлитровый мотор. Давай разберем его. Ну, если сравнивать предыдущее поколение и предоставленную машину, то есть здесь уже стоит более усовершенствованный мотор. То же самое, двухлитровый, два литра. Единственное, добавленная система UVTI, за счет чего производители добились мощности, повышения мощности где-то в районе 15 лошадиных сил. То есть, ну, кузов изменен. Остальное, в принципе, то же самое. Полный привод, постоянный. Ну, это данная моделька полный привод. Они также есть и переднеприводные. Что еще такого? Слабых мест, в принципе, по машине. Недочеты, какие недочеты? Ну, недочеты сразу здесь. То есть, вот уже мы видим подтекающая клапанная крышка. То есть, это сейчас вот на улице похолодало, стала подтекать крышка, резинка, как, в принципе, и на всех машинах. То есть, идет утечка. Лобовая часть тоже вся мокрая. У них со слабым местом, как бы, считается лобовая крышка. Она стоит на герметике. То есть, герметик со временем начинает бегать. И, кстати, отличительная особенность, если двухлитровый мотор старого образца, он идет ременной привод, здесь идет цепной. То есть, лобовая крышка приклеивается. И здесь вот сразу уже видно. То есть, здесь сейчас под замен идет именно прокладка клапанной крышки? Прокладка клапанной крышки. И нужно снимать лобовую крышку, пересаживать ее на герметик по новой. Это и есть, скажем, такой недочет, да слабость? Ну да, большинство моторов именно вот таких вот, они подтекают. То есть, в основном потеет задняя часть. Начинает потеть, со временем начинает бежать. Дима, а если, например, сейчас говорить о какой-то ценовой политике, сколько будет стоить вообще замен прокладки клапанной крышки? Прокладка, сама прокладка, все зависит от качества. То есть, можно купить и за 4, и за 5, и за 6, и за 12 тысяч прокладку. По работе будет стоить 6-7 тысяч, не больше. Что касается лобовой крышки, тюбик герметика и в районе 35 тысяч работа. То есть, снять, поставить, ну, желательно сразу поменять лобовой сальный двигатель. Он стоит в районе 4 тысяч, хороший. То есть, тут в основном цена не по запчастям, а по работе. Большой объем работы, поэтому... Что бы ты еще отметил и на что вообще должны еще сконцентрировать свое внимание любители? Ну, лично мое мнение, машинка мне нравится. В том плане, что она не скажу, что прям сильная, экономичная. Потому что 2 литра для полного привода, это, ну, честно говоря, маловато. Поэтому у нее в зимнее время, ну, где-то от 15 до 17 литров расход. То есть, летом, ну, тоже где-то в районе 14-15 литров. Если городской режим брать, с кондиционером литров 16 лезть. Также, ну, недочетом, конечно, этих машин. Вот я сколько машин встречал, где-то процентов 70 машин. У них шумит насос на коробке. То есть, при разгоне, вот, подвывание такое идет. Это шум идет именно подвывание с насоса. А с чем это может быть связано? Или это такой заводской? Нет, это не заводской. Машина с завода, то есть, она в полной тишине едет. Здесь уже именно конкретно выработка. Подвывание идет. То есть, это все ремонтируется. Ну, это вскрывать коробку, мало кто этим занимается. Потому что, ну, ездит и ездит. У нас, как правило, пока машина ездит, люди ездят. Так, в старом, брате. Дима, ну, вот чем может обрадовать ходовая часть потенциального покупателя? Рабика. Ну, я думаю, Toyota, она всегда радует потенциального покупателя, счастливых владельцев тем, что ходовка очень проста. То есть, если сравнивать... С первым поколением? С первым поколением. Ну, не то, что с первым поколением. Вообще, Toyota, они сами по себе все очень просты по ходовке. То есть, первый и второй кузов, вот, в рафах. То есть, на всю ходовую часть приходится, вот, получается, если отдельно каждую сторону убрать, два саленблока, шаровая опора, стойка-стабилизатор и амортизаторная стойка. Все с приводом. Больше ничего нет. То есть, это все доступно, запчасти все в наличии есть. То есть, проблем никаких с приобретением запасных частей нет. Ну, давай в заднюю часть перейдем, посмотрим, что там имеется. Второго поколения RAV4. Задняя часть, если сравнивать с предыдущим, конечно, немного посложнее. В том плане, что здесь рычагов больше, если там балка, здесь рычаги. То есть, как бы это в плане комфорта, оно, конечно, комфортнее, эта машина. Но в плане обслуживания, конечно, подороже. То есть, чем больше наворотов, тем, конечно, это все дороже стоит. То есть, как правило, здесь меняется полностью все рычагами. То есть, нижний рычаг, верхний рычаг. То есть, все в наличии есть. И все запчасти в наличии. Как бы есть и дубликат, и оригинал. То есть, все зависит от того, насколько у человека поют в финансе, в кармашке. То есть, можно взять оригинал, можно взять дубликат. А стоимость замены будет то же самое, что и впереди, да? Да. Также можно перебрать здесь, если все рычаги поменять. Ну, тут немножко подороже. Тут в районе 40 тысяч из-за передних сайлентблоков. Передние сайлентблоки на рычаге, на продольном. Часто бывает такое, что геометрический болт прикипает. И приходится срезать болты. То есть, после того, как срезал болты, нужно менять сайлентблок. В идеале, конечно, я знаю, что есть на сервисах такие прессы, которые позволяют не без демонтажа полностью рычага менять на месте сайлентблоки. К сожалению, у нас такого оборудования нет. Поэтому мы снимаем и перепрессовываем их уже на прессе. То есть, поэтому работа немного дороже. Многие говорят, что это женская машина, но я букву «Ж» на ней не нашел нигде. То есть, в принципе, если владельцам нравится такой машины ездить, почему бы не ездить? Поэтому, ну, машину я вообще оцениваю, если по 10-бальной шкале, ну, можно ее оценить на 8 баллов. На 8 баллов, да? Да. Мне, как бы, есть, конечно, свои минусы, но они не нужны. То есть, преобладает больше все-таки достоинств, да? Да. Я то, что из минусов, я сказал, что по мне бы так лучше был бы объем чуть-чуть больше. То есть, пусть 2,5 литра, может быть, даже 3-х литровый. Они есть и турбированные моторы. Ну, вообще, если бы был бы с завода больший объем, это было бы намного лучше. Ну, все, Дим, счастливо. Счастливо. Спасибо за твой технический обзор. Увидимся. До скорой встречи. До скорой встречи. На сегодняшний день RAV4 стоит до 3,5 миллионов тенге. В принципе, за эту сумму денег вы себе покупаете практичный, надежный, в какой-то мере экономичный паркетник. Все зависит от нашей езды и, конечно же, от эксплуатации. И в конце нашей программы хотелось бы сказать, друзья, чтобы вы были бдительными на дорогах, соблюдали правила дорожного движения. А у нас на этом все. Увидимся на следующей неделе. Ассалам алейкум. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»